Прорыв на академическую сцену, точек и линии современной хореографии позиционировали как историческое событие. Можно это сравнить и с вояжем Афанасия Никитина в Индию, или завоеванием русскими и иностранными путешественниками неведомых земель. И так в роли обитателей наши зрители, в роли завоевателей устроители стейдж-платформы. Но лучше поздно, чем никогда. О необходимости подобного проекта в Центре мировых опер и балетов грезли давно. Считывая информацию по отдельным галам уриевских фестивалей с вкраплением современных номеров или творческих вечеров балерины и педагога Луизы Мохаммедгалиевой, ориентирующейся на современные тенденции. Мне хотелось сделать спектакль на биты, на такую хип-хоп музыку 90-х годов. Но типа созданную сейчас, просто в стилистике 90-х. Да, вот стилистика ВИЧС, записи, фильтры в Инстаграм, все это как бы возвращается. Я сделал спектакль на музыку Red Hot Chili Peppers, но это больше была такая рефлексия в мою сторону детства. И эти пассы вместе с психологическим посылом когда-то уйдут в учебники по мировой хореографии. Пока нужно ориентироваться на свои ощущения от окружающего мира и разные годы жизни. Очень много стало небольших и больших компаний, которые представляют именно современную хореографию, неоклассическую хореографию. И разумеется, есть люди, которым это интересно, есть люди, которые вкладывают в это силы, возможности и открывают все новые и новые имена. Титуловные артисты и россыпь неожиданных парадоксальных номеров. Танцующий штирлиц, диалог мастера со своими героями, вечное движение вперед и жажда чего-то нового. Хочется вырваться из привычных рамок, убежав от рефрена балетных команд из замкнутого пространства. Мне все грустно, мне все тяжело, а мы живем на улице, у нас одинаковые условия. Но другой ком, он счастливый, он бежит, у него столько энергии в жизни, и он во время номера мне это учит. Стейдж-платформа получила одобрение у Республиканского министерства культуры, поддержавшего материально. Обнаружила немало страждущих, видеть это чаще. Маленькие истории из жизни лицедеев, работников творческих цехов и разведчиков соседствовали с психологическими зарисовками о чувственных приливах и одиночестве. Воплощали это художественный руководитель проекта Олега Венка, со-товарищей. Встречались знакомые лица, работали мысли и будоражили воображение. А современный танец, он, это даже как-то объяснить трудно, он изнутри тебя заставляет расслабиться, почувствовать свое тело, довериться ему, то есть идти за музыкой. Но это совсем другие ощущения. Итак, центр вселенной сегодня сместился в Казань под звуки классической музыки, электронных инструментов и национальных мелодий. И, конечно, звезды выстроились в один ряд вокруг пестрого мелькания Санкт-Петербурга. Это Ивагановская академия, Мариинский театр, Рудольф Нуриев, фильм «Белый ворон» и представители современной хореографии родом из Питера. Это Дмитрий Пияваров, Максим Жуйков, телеканал «Эфир».